Накануне состоялось совместное заседание постоянных комиссий городской думы. Эта работа предваряет каждое голосование по текущим вопросам. В повестке было пять пунктов и они касались разных сфер жизнедеятельности города. Но в начале слова взял председатель правовой комиссии Игорь Воробьев. С чем это связано в подробностях расскажет моя коллега Ирина Яковлова. Два заседания за одну встречу. Сначала совещались представители правовой комиссии. Единственный вопрос – досрочное освобождение от должности действующего председателя счетной комиссии на основании его личного заявления и рассмотрения кандидатуры нового. Представленная кандидатура Осипенко Александра Викторовича для назначения на должность председателя контрольного счетного органа города Украины. Других предложений кандидатур на должность председателя контрольного счетного органа города Украины не поступало. Депутаты единогласно проголосовали за предоставление этой кандидатуры в окружную счетную палату для проверки на соответствие с существующим требованиям и начали совместное заседание постоянных комиссий. Одни вопросы касались изменений прежних решений в связи с последними дополнениями в законодательстве страны и региона. Другие, например, правила продажи алкогольной продукции, были обсуждены присутствующими. Реализация спиртного не допускается не только на определенных объектах, например, здравоохранения, но и на прилегающей к ним территории. В результате проведения маниколинга объектов, в границах которых не допускается продажа алкогольной продукции, а также принимая внимание особенности существующей и планируемой застройки текущего и планируемого размещения социальных и торговых объектов, данным проектом предлагается установить 20-метровую зону от границы земельного участка до объекта, реализующего алкоголь. В Лабытнанге она уже 30 метров, уточнили депутаты. В Харпе 20, увеличить ее из-за специфики застройки? Возможности нет, ответил присутствующим Виталий Баев. Причем мы единым, в принципе, водим, и пусть будет 20 метров, в Харпе у нас 30. Депутаты решили изучить практику других муниципалитетов и вернуться к этой теме уже на заседании Думы. Там также будет рассмотрен вопрос реализации инициативных проектов. С увеличением цен в последнее время их стоимость повысилась. Недели три назад состоялось заседание комиссии по рассмотрению инициативных проектов. И комиссия вышла с инициативой о том, что для защиты граждан и социальной поддержки граждан сумму софинансированной 3%, которая сформировалась на момент заключения соглашения, то есть в январе месяце, эту сумму не изменять. То есть как бы вот в январе заключили соглашение, сумма 3% гражданами была внесена. Дальше, несмотря на изменение цен, несмотря на изменение стоимости самого проекта, с граждан вот эту разницу цен не взимать. То есть гасить эту разницу за счет средств местного бюджета. Все проекты решения народные избранники утвердили. Теперь они будут представлены на заседании Городской думы, которое состоится 27 апреля. Ирина Якубова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова